здравствуйте сегодня я хочу подвести некоторые итоги первой недели чрезвычайного положения но начну я свое видео с изображения гостиницы hard rock которую я вам показала в одном из прошлых видео в ночное время а вот сейчас посмотрите как это выглядит днем я всех приветствую вот сегодня первый день национальной такой вот ситуации когда все закрыто и все общем перестает потихоньку работать я как работник артистической части существования общества мы к сожалению в первую очередь страдаем от таких ситуаций почему потому что в первую очередь отменяются культурные мероприятия как концерты выступления артистов даже свадьбы там дни рождения даже халтуры переносятся может быть не отменяются но переносятся на какие-то непонятные даты куда-то там вперед во времени и в связи с тем что школы тоже отменили все свои занятия мы значит как педагоги той маленькой школы где работаю по сегодня получали инструктаж персонально вот я только что возвращаюсь из консерватории как называется моя школа называется консерватория громкое название но тем не менее уровень музыкальной школы так вот со мной провели инструктаж персонально лично мне пришлось download программу в мой в мой планшет и посредством этой программы с учениками которые захотят это делать мы будем проводить уроки через интернет мы попробовали мы пробовали прямо в школе эту и по идее она функционирует естественно я как человек старшего более поколения не особенно хорошо ориентируюсь и можно сказать даже разбираюсь в многих деталях когда применяется вот эта технология в процессе но я хочу научиться я стараюсь идти где-то не в ногу со временем но где-то близко к этому да поэтому я с удовольствием пришла на этот инструктаж и вот взяла с собой из школы целый пакет книг которые мне обычно приходится пользоваться с разными учениками разного уровня естественно и даже вот этих частных учеников я тоже постараюсь обучать именно через вот эту платформу посмотрим как это будет выглядеть в остальном то что не касается меня я смотрю на улицах полно людей я нахожусь в районе который называется coconut grow сегодня суббота люди делают упражнения на улицах я смотрю все значит спортивно одеты в майках и в кедах на велосипедах и пешком и с детьми и собачками все люди на улице в ресторанах те которые были непосредственной близности от моей консерватории тоже полно людей на улице сидеть за столиками никто так сказать еще себя в изоляцию из полностью не поста как это раньше по старинке называлась видеофон вот такого типа программы когда ты можешь непосредственно обращаться к человеку и видеть его лицо я помню свою юность когда-то это казалось фантастикой да а сегодня вся эта фантастика уже функционирует это так интересно это так я не знаю меня наполняет энтузиазмом и я в общем-то очень горю желанием начать заниматься вот так вот онлайн и посмотрим как она будет выглядеть ну в общем буду держать вас в курсе пока у нас отличная солнечная погода в италии в то время а Наша ситуация действительно невероятная. Наш Солнышко помогает нам переносить этот период, поддерживает хорошее состояние Духа. И я не знаю, честно говоря, как бы у нас получилось, если бы у нас была другая погода. А это фотографии, которые мне присылают мои ученики и том, как они проводят свои уроки из своего дома. И вот так тоже музыканты скрашивают свое профессиональное бездействие. Я думаю, что это неплохая альтернатива. Второй раз эту неделю выхожу на улицу. В смысле, сажусь на машину и куда-то еду. В понедельник я была в школе на инструктаже, а сегодня мне пришлось пойти в банк и открыть счет, потому что теперь зарплата должна идти, то, что называется, директ депозит. Короче говоря, как-то это все, не знаю, невероятно. Эти несколько дней дома пролетели. Женщина переходит дорогу и сделала мне знак, чтобы я не двигалась. Значит, дни эти так пролетели как-то незаметно. Сегодня пятница. И вроде бы я пока не ощутила ничего. Но в то же время вот сейчас на улице у меня какое-то есть ощущение, что какая-то нереальная такая жизнь, как в кино. Что-то вроде бы не происходит. На улице никого нет. Пусто. Машины ездят, но вообще пешеходов нет. В магазинах пусто. В смысле, людей нет. Рестораны открыты. Но вот я сейчас зашла, забрала заказ. Мы решили сегодня сделать заказ еды в ресторане T.J. Friday. Мне нравится это название. Thanks, God is Friday. Такое оптимистичное. Это означает, что благодарим Бога за то, что сегодня пятница. Что, значит, конец недели наступил, закончилась работа. И вот мы заказали там еду. Она у меня так вкусно пахнет в машине. Сейчас доедем домой. Будем обедать. Вот. В принципе, люди работают. Но как-то оно все, знаете, у всех какие-то улыбки на лицах какие-то непонятные. Ну, я сама вот смеюсь тоже, как всегда. У меня, конечно, настроение хорошее. И пока, в принципе, все нормально. А там дальше будет видно. Поживем, увидим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...